Хорошо, что в биороботе ничего нет, посмотри. У меня диск был над головой, и вниз, сзади по спине диска идет удлинение, тонкая копия, вытащила все. Хорошо, защищаемый физический биоробот с защитным потоком очистки энергии Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами, вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, готова. Отправляет диск в клетку-тюрьму. Еще визуально, посмотри, мешает что-то сканированию. Ноги у нее, она стоит как по колену в каком-то аквариуме. Тяжелая вода или что-то там. Жидкость какая-то. Хорошо. Скэнер. Просканируй ноги Елену. Выведи этот аквариум. И как он выйдет, отправляй в клетку-тюрьму. Что-то с ней так трудно уходит. Все как будто это голограмма. Давай поставим маячки. Если это голограмма, загорается красный маячок. Если это тонкая копия, Елены загорается зеленый маячок. Какого цвета маячок? У нас большой красный, маленький зеленый загорается. Понятно. Значит, мы что-то еще не забрали в ее биороботе. Сейчас прыгнем туда. Ты готова? Да. И на счет три ты находишь тонкую копию Елены. Один, два, три. Ты перед тонкой копией. Да, я здесь. Хорошо. Даю команду. Все тонкие тела. Оригинальное тонкое тело. Невидимые тонкие тела. Становятся видимы и притягиваются к ее биороботу на счет три. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Знаешь, из нее что-то выползло такое, как тонкая копия, но она именно выползла, в ней нет силы. Хорошо. Берем ее в защитный скафандр. Больше ничего не пришло? Нет, вышла вот эта копия информации, что там нет души в одном. Вот это одно из тонких тел, и оно без энергии, и у нее не хватает что-то, чтобы она в нормальном состоянии была, она лежит. Даю 100% родной ей энергии на счет три. Один, два, три. Пошел. Поток энергии наполняет тонкое тело. Она встает. Она как ребенок, она плачет. Хорошо. Защищаем ее физически биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитную ее тонкую копию, в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и поднимаемся вместе с ней в комнате диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо. Эта тонкая копия возвращается к оригинальной тонкой копии. Готово. Сканеры, дай мне полноту души на настоящий момент. 94. Все вышло из нее, то, что этот аквариум вышел? Аквариум вышел, диск вышел. В клетке они оба? Не в клетке, но у нее все равно как пелена какая-то, как голограмма. Хорошо. Эта голограмма сейчас подсвечивается красным цветом, ты ее видишь. Но она в полный рост, голограмма, и она переливается. Сканер, разрежь эту голограмму, выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы с ней связаны. Отключай это все и выводи. Сворачивай в шар и отправляй в клетку тюрьму. Готово. Хорошо. Ее лучше видно? Да, ее лучше видно. Дай команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все семь тонких тел Елены, находит все. Выстраиваются также каналы к этому диску. И от этого диска и аквариума притягиваю, и от голограммы притягиваю всех ответственных в клетку тюрьму. Пошел процесс. Ну, здесь космические, здесь гуманоид. Гуманоид. А с голограммой и рептилоид 2 ГРС с этой конструкцией на голове. Аквариум. Демон. Какое? 13. Снимаются маски и голограммы всех, кто в клетке. Все сущности представляют согласно своему эфирному коду ДНК. Все те же. Итак, у нас гуманоид с голограммой, рептилоид и 2 ГРС с конструкцией. Демон с аквариумом. Это тот, кто притянулся к этим артефактам. Еще есть другие? Есть. Хорошо. Инсектоид есть. Ты посмотри. Инсект? Да. Итак, 4 интерферента. Гуманоид, откуда ты? Нет, здесь 5 интерферента. Кто еще? Даже 6 рептилоид, 2 ГРС, гуманоид, сектоид и демон. Гуманоид, рептилоид, 2 ГРС, 2 канала, конечно, демон и инсектоид. Итак, откуда ты, гуманоид? Суты. Сколько ты находишься в этом биополе, гуманоид суты? 13 лет. 13 лет. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет. За это время она проходила 6 чисток у всевозможных специалистов от центра Брюса и так далее. Объясни мне, как они тебя не нашли? Как ты спрятался? Что они чистили? Я не прятался. Тебя просто не видели или как, я не пойму? Я создал защиту. Какую? Очень качественную. Если бы она была качественная, наверное, ты бы сейчас не стоял в этой клетке, правильно? Вы достойные соперники. А, в этом плане. Хорошо, 13 лет ты сидела. Рептилоид с ГРС, с этой конструкцией. Сколько вы присутствуете в этом биополе? Здесь идет цифра 22 года. Они очень медленно показывают, как это все начиналось. Это было знакомство. С кем? С ними, то есть они не зашли, сели, поставили конструкцию, все постепенно наращивалось. Ну, как знакомство? Она пригласила вас на чашку чая или кофе, я не знаю. Какое знакомство? Ночью они во сне приходили и договаривались с ней, общались. Кем вы перед ней предстали во сне? Начнем с этого. Грейми и рептилоидам? Они предстали помощниками. Помощниками, понятно. Помощники помогли. Демон, 13-й, герцовый. Что это за аквариум в ногах? Рыбки у него там маленькие. Наблюдает он за ними. Аквариумы любишь? Наблюдает за рыбками? Да. Интересно у тебя хобби. Сколько ты находишься в этом биополе? 5 лет. На что ты зашел конкретно? Ты на что зашел? Какая там черта характера? Что там в тебе сыграло, срезонировало? Он показывает. Он показывает оптимизм, он показывает негатив. И нравится ей вот такие истории негативные. Копание у них. В своих историях или в чужих? Копание. В своих. У нее их много. Хорошо. Ладно. А я хочу, чтобы со мной поделилась этими сказками. И делится она с тобой? Делится. Делится. Хорошо. Контракт у тебя есть с ней? Нет. И хорошо. Переходим к инсектоиду. Инсектоид. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 6 лет. Ну вот я сейчас смотрю на вас, на всех, и мне просто действительно непонятно. Вы все такие долгожители. 5 лет, 6 лет, 22 года, 13 лет. Это что значит? Гуманоид выстрел такую защиту, что никого из вас не обнаружили? Тех, кто до 6 чисток было до этого. Никто не нашел вас? Они чувствовали неприятные вибрации. Но так как сидят давно, смогли пережить все это. Все понятно. Хорошо. Контракта ни у кого нет. Тогда начинаем работать. Конхронизированы все. Все понятно. Значит, тогда идем дальше. Даю команду тонкой копии Елены спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Выстраиваются также каналы к этому диску над головой, аквариуму и голограмме рептилоидов игры. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоаборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мослеформов, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Так. Над клеткой ответственного за плохую память загорается маячок. Кто так влиял? Есть вера? Здесь вот эта конструкция, которая у Греев была. Да. На диск у нее и в голове как-таки тумблеры переключаются, которые тоже постепенно были подстроены, настроены. И вот этот диск, он как раз сохраняет память. То есть он… Все ушло в этот диск. …экспериментальная такая у них конструкция, которая память человечества собирает для того, чтобы… Обучать своих. Обучать своих и цивилизации. Осталась как от цивилизации. Осталась память о цивилизации и точные, как сказать, копии. У них все записано как фильм и ее память. Понятно, но это живая память. Это не копия. Вот, живая память. Вы у нее украли живую память. Это они не знают. Они копировали себе. Не знаю. Во всяком случае память у нее очень плохая. Какой у нас рептилотия? Они не стирали. Я вам говорю о проблеме ее с памятью. Эта проблема слишком долго идет. Он говорит, что это еще в ней проблема. Он на ней показывает. Вот то, что мы последнее забрали, как маленькая девочка. У нее что-то случилось. Здесь идет цифра 8 лет. Здесь был какой-то скандал, страх она получила. И у нее началось… Ухудшение? Это не ухудшение, это защита мозга. Хорошо, мы докопаемся чуть позже до этого. Будем смотреть. Может быть, даже и на контракт выскочит какой-нибудь или на какую-нибудь частоту. Как с реверсом? Реверс заканчивается. Очень много выходит из ног тяжести в этот аквариум. Прямо серым цветом ее видно ощущение этой тяжести. Хорошо. Помогаем моей энергией. Все. До 100% насчет 3. 1, 2, 3. Все вернулось назад. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверсов. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Забираем из этого диска, из аквариума и голограммы. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Елены находится, мощным потоком пошло назад. Усилий потоки в 50 раз. Гуманоиды отправлял уже частички ДНК в свой мир. Отправлял. Сколько процентов? 2. 2 процента придется забирать. А здесь еще что-то есть в голове от рептилоида игры. Хорошо. Пульсирует красным цветом. И сканер это все выводит. Конвектор. А здесь, знаешь, как будто это память где-то хранится в голове. И когда они ее опустошают, они перекрывают вход туда. Там пустота. Отлично. Выходит это. И вот эти перекрытия, их несколько. Все перекрытия выходят вместе с ними. Это уже массивное воздействие рептилоид игры. Готово. Отправляет в клетку тюрьму. Выстраивается прямой канал от Елены к этим артефактам. Она реверсом отдает все негативное. Назад. Пошел мощный поток. Что идет? Боль. Выдавливаем все. Головная боль. Хорошо. Такая боль, что у нее глаза закрываются. Не может нормально глаза открыть. Грей, кому из вас сегодня установить? На кого этот чип? Чтобы прочувствовали, что такое головная боль в матрице Земли? Притихли? Как вернется, все скажешь. Готово. Хорошо. Устанавливали фильтр золотой сеточки на этот канал. И в порядке реверса. Елена забирает все чистое, светлое, божественное, находящееся на ее чистоте. Частички души, частички ДНК. Все родные энергии. Мощным потоком пошли назад. Пошел процесс. Что возвращается? Здесь много что возвращается. Во-первых, человеческая энергия возвращается. Во-вторых, какая-то насыщенность, что ли, радость. И жизненные потоки какие-то и возвращается. Заполняет эту пустоту. Не перестаю вам удивляться, Грей. Готово. Хорошо. Общий реверс закончился, мы все забрали. Да. Сканер, дай мне полноту души, Елены, на настоящий момент. 98. 2%. Не хватает, потому что отправлены. Начинаем с вытаскивания. Сколько у тебя находится инкубаторов? Сейчас один, и один он уже отправил. А сколько всего у тебя за 6 лет было инкубаторов? Был один. Вот это второй, почти готов уже. Хорошо. Итак, выходи. Отключайся полностью, вытаскивай свой инкубатор, все крепления. Ничего не порань, никакое тонкое тело. Все свои энергии, возвращайся назад. Я думаю, это не одно поколение инсектоидов, которые ты вывел в ее биополе. А у него там специальная жидкость. Чтобы все было сухо там, должен высушить. То есть, почему он показывает жидкость? У него там все готово. Ему не нужно достраивать или что-то восстанавливать. Просто высиживать, выращивать. Он снял. Итак, Грей, что-нибудь осталось, что я еще не вытащил на вашей чистоте с рептилоидом? Осталось. Это как фантомная подключка, как такая шапочка на голове покрывает тонкая-тонкая голову. Выходит эта шапочка и отправляю ее в клетку-тюрьму. Готово. Гуманоид, на твоей чистоте что-то еще осталось, что я не вытащил? Нет, не осталось. Демон, на твоей чистоте что-то осталось? Да, есть у него. У него как спираль на ноге, выше колен. Какая нога? На обеих ногах выше колен спираль. Хорошо. Выходи, вытаскивай спирали. Скажи мне, где находится лярва в биополе Елены? Голова. От гуманоида. Мене, подожди, или от репта это было, да? От рептилоида и Греев. Хорошо, еще где? Это от этого диска и от тумблера, или чипы, как их называть, которые перекрывали. Еще где? Он показывает затемнение, а самая основная лярва это голова. Хорошо, ты хочешь забрать лярву и затемнение по всему телу? Хочет. Тогда, как снимешь, доложи, что ты все снял, я дам отдельную команду. А я все снял. Разрешайте забрать лярву и все затемнение в ее биополе. Забирай, возвращайся назад. Она как нарост на голове, где были эти подключки. Я бы могу себе представить, что человек испытывал. Готово. Он все убрал. У нас рассинхронизация, но нам надо вернуть 2% души. Я обращаюсь к Елене. Елена, вы видите эту ситуацию, вы видите всех сущностей, которые находятся в клетке. Понимаете, что происходит? Да, понимаю. Итак, у нас мы вернули вам 4% души, еще 2% не хватает. Здесь нужно ваше желание и ваше твердое намерение вернуть свои частички души, которые у вас украли. Вы готовы это сделать? Готово. Сформируйте свое твердое намерение. Выстраивается прямой канал от Елены к ее частичкам души, где бы они ни находились. 1, 2, 3. И забираем по праву все частички души, частички ДНК, весь биоматериал. Все, что на частоте Елены находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Забираем все, до 100% пошло назад. В колбе или где она находится, Вера, посмотри. Нет, она закрыта, как в каком-то сейфе. Сейф не открылся? Нет. Хорошо. Пропускаю через этот сейф печать Семи Архангелов. Да, будет так, а так и снимает. Открывает этот сейф. Все защиты аннулированы. Я идет поток назад. И вот это тело, которое как ребенок, оно вырастает, наполняется и вырастает до общего состояния. Как это делается? Скэнер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Елены с гуманоидом, рептилоидом, двумя Греями, демоном, инсектоидом и всеми их артефактами на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Кто из вас находится в квартире, где живет Елена? Греев есть платы. Еще кто? Гуманоиды есть платы. Еще кто? Демон? Да, демон находится тоже. Все. Рассинхронизацию ждем. Кончилось. Включая внутренний белый свет Елены этим светом, навыдавливает из себя все негативные патогены, низкооправационные чужеродные, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, все эти энергии выходят, формируются перед ней в шар. Готов, шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растеряю. Кеман, скажи мне, насчет квартиры. Ты один там присутствуешь или еще есть кто-то? Без, черт. Есть, черт. Есть, Джин. И Джин, понятно. Я почему спрашиваю, я буду собирать еще весь негатив, если ты хочешь. Я могу тебе его отдать. За это ты мне покажешь все порталы в квартире. Много портала в квартире? Нет, немного. Дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнует все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растеряю. Готово. Сейчас я отправляю тебя назад в квартиру. Собирай все и скоро я подойду. Все понятно? Да, понятно. Открывается прямой портал в квартиру, где живет Елена. И демон уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Инсектуя, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Это для тебя опасно для жизни. Тебе это понятно? Ну, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, у меня здесь гуманоидс Уты. 13 лет находился в биополе. Вся в конструкции стоит человек. Рептилоид 2-грэ с конструкцией. 22 года находились в биополе. Вернули ей 6% души. Из них 2% гуманоид успел продать. Мы забираем всех и забираем конструкцию крови. Благодарю. Под голограммой открывая воронку в галактическое ядро. И она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И под аквариумом Емана открывая воронку в галактическое ядро. И аквариум уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. А есть их, забрали тоже. Клетка пустая, да? Да. Отлично. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Елены. Проецируется все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкой абрационной эмоциональной энергии. Елена проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее вышел фантом, он серый, такой, холодный какой-то. И у него есть программа, на которую она себя программирует. Она себя программирует? А на что она себя программирует? Это эмоциональный фантом, это эмоциональное состояние. На что она программирует свою эмоцию? Ну вот ее эмоциональное состояние из головы вышли, как программные какие-то эмоции. Хорошо, Елена, я не знаю, что это у вас, что вы там собираете. Во всяком случае, это не должно находиться там, где оно находится. вы готовы сбросить все эти негативные энергии? Она говорит, что я иду своим путем, и может быть он такой вот длинный. Именно так я изучаю, натыкаясь, делаю ошибки. Она готова его сбросить. Сворачиваю этот фантом в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Все. Поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Здесь магия Греев есть. Выходит фантом магии Греев. Вот эти беседы, которые они говорили, что постепенно входили, они какими-то энергиями заполняли постепенно. Хорошо вышло это. Открывая воронку в галактическое ядро, этот фантом уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Переходим на частоту. Наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Елена, мы закончили Вашу чистку. Как Вы себя чувствуете сейчас? Постараюсь правильно описать. Если раньше чувствовала эту серость какую-то холодную внутри, сейчас чувствую чистоту и силу. Не хватает мне знаний про мои энергии. Я думаю, мне это очень поможет знать, кто я. В этом случае мы Вам рекомендуем встретиться со своим куратором и задать ему 10 вопросов о своей душе. И он Вам все ответит. Какие вопросы задавать? Только вопросы о развитии своей души. У нас на канале очень много таких видео. Посмотрите его. Напишите свои вопросы. Обратитесь к нам. И мы организуем Вам встречу с Вашим куратором. Вы тогда больше узнаете о себе. Не забывайте исполнять рекомендации, которые наш администратор перешлет Вам после сеанса. Сбрасывайте негатив. Контролируйте свое эмоциональное состояние. Не вступайте ни в какие конфликты. Заправляйтесь энергиями. Выдавливайте негатив. Поднимайте вибрации. Все, что мы показали в этом сеансе. Тогда будете чисты. А сейчас мы возвращаем Вас назад в Вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Еленову и систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!